Добрый день, меня зовут Павел Егоров, и сегодня будет небольшая лекция про управление разработкой. Я расскажу про некоторые техники и приемы, которые помогут вам заниматься командной разработкой некоторого программного проекта. Для начала, буквально пару слов о себе. Я примерно 10 лет занимаюсь разработкой программного обеспечения. Я начинал с разработчика, сейчас я тоже разрабатываю программное обеспечение. И в компании SKB Contour занимаюсь тем, что управляю небольшими командами разработки. Параллельно с этим я преподаю в Институте математики и компьютерных наук Уральского федерального университета. Это то, что раньше назывался матмех УРГУ. Соответственно, все, о чем я буду рассказывать, это некоторые техники, некоторые вещи, которые не только теория, но и некоторые практически проверенные вещи, которые много раз применялись на практике и точно проверены, точно работают. Итак, поехали. Какие же основные сложности при разработке программного обеспечения в команде? Ну, во-первых, нужно как-то научиться совместно работать с тем программным кодом, который вы делаете в команде. Во-вторых, нужно научиться как-то планировать свою работу, возможно, у вас есть какие-то сроки, к которым нужно успеть. Ну и в любом случае каждый участник команды должен действовать согласно некоторому общему плану. Ну и в конце концов мы поговорим про то, как может быть устроено взаимодействие в команде, как члены команды должны, что они должны делать, чтобы у них вместе все получалось. Итак, поехали. Совместная работа с кодом. Давайте поймем, в чем, собственно, проблема совместной работы с кодом. Допустим, есть Вася, который решил вместе со своим другом Петей написать вместе какой-то программный проект. Вася написал какую-то первую версию и отдал ее Пете, чтобы Петя продолжал ее развивать. Петя, естественно, что-то добавил в нее, добавил какой-то кружочек. И пока он это добавлял, естественно, Вася тоже не стоял на месте. Он тоже что-то, тоже развивал эту программу и добавил еще что-нибудь. В какой-то момент, допустим, Петя закончил делать свою часть и связывается с Вася и говорит, Вася, давай объединим наши изменения, сольем их вместе и получим что-то готовое. В этот момент Вася может сказать, нет, 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 я еще не готов, я еще только делаю свою часть, и мне еще нужно некоторое время. Петя говорит, хорошо, тогда я продолжу что-то делать. И начинает делать что-то дальше. И получается, что в тот момент, когда Петя готов к тому, чтобы слить свои изменения, не готов Вася. Может быть так, что потом, когда Вася станет готов, не готов будет Петя. И это первая сложность совместной работы. То есть нет такой точки синхронизации, когда они могут объединить свои усилия. Но, допустим, они решили как-то эту проблему, есть некоторый момент времени, когда они оба готовы, оба готовы, им нужно как-то объединить все, что они сделали, получив программу, содержащую и изменения Петя, и изменения Вася. Это сам по себе довольно нетривиальный процесс. Нужно понять, какие файлы кто менял, в каких файлах нужно взять изменения Петя, в каких файлах нужно взять изменения Вася. И если вдруг есть файлы, которые менялись и тем, и другим, нужно разобраться, какие строчки откуда нужно взять. В целом, это процесс довольно сложный и тяжелый, и довольно рутинный, и никому не хочется им заниматься. Как же правильно решать эти проблемы? Лично я узнал о том, как их правильно решать, только на втором своем месте работы. Мне в университете про это не рассказали. На первом месте работы с этим столкнуться не пришлось, и только на втором месте работы я узнал правильное решение. Правильное решение заключается в использовании специальных систем. Они называются системы контроля версий. И сейчас я вам расскажу некоторую общую идею, общую концепцию, которая стоит за такими системами, и потом немножко расскажу, какие конкретные есть системы и как их использовать. Идея в целом довольно простая. Давайте мы заведем некоторый сервер. То есть компьютер, который все время включен и все время доступен. Мы положим все исходные коды нашей программы на этот сервер. И будем считать, что здесь хранятся эталонная версия, последняя версия всех исходных кодов. Теперь, как только Вася хочет что-то доделать в программе, он делает следующую вещь. Он получает последнюю версию с сервера, вносит свои изменения, и потом эти изменения отправляет обратно на сервер. Может так получиться, что одновременно с Васей ту самую первую версию взял еще и Петя. И пока Петя работал, Вася уже успел сделать изменения и вернуть их на сервер. Тогда у Пети может возникнуть некоторая проблема. Он хочет вернуть свои изменения на сервер, но сервер понимает, что изменения конфликтуют. Уже есть Вася, который внес эти изменения до Пети, и эти изменения могут конфликтовать. В этот момент первое полезное действие, которое делает сервер, он замечает, что есть некоторые конфликты. Второе действие, которое он делает, он может часть этих конфликтов разрешить самостоятельно. Например, если Вася и Петя меняли разные файлы, то конфликт очевидным образом можно разрешить автоматически, взяв те файлы, которые менял Вася, и те, которые Петя, и просто их объединив. Может быть более сложная ситуация, когда Вася и Петя меняли один файл, и тогда может быть такая ситуация, что Вася менял этот файл где-то в начале, Петя где-то в конце, и тогда система контроля версии опять может догадаться, что конфликтной ситуации на самом деле нет. Нужно взять Васины изменения в начале файла, Петины в конце, и объединить эти два изменения так. И, наконец, может быть последняя ситуация, когда Вася и Петя меняли один и тот же файл в одном и том же месте. Так может происходить, например, если в исходной версии программы была ошибка, и Вася и Петя ее решили исправить, и исправили ее немножко различным образом. Ну и в этом случае система контроля версии, конечно, уже не может на себя взять ответственность. Единственное, что она может сделать, она может сказать Пете, Петя, извини, тут действительно конфликт, который невозможно разрешить автоматически, тебе придется вмешаться и явно выбрать, какие правки применять. Таким образом решаются вот эти две основные проблемы совместной работы с кодом. Параллельно система контроля версии дает еще некоторые бонусы. Дело вот в чем. Для того, чтобы отслеживать наличие конфликтов, система контроля версии должна помнить всю историю изменения файлов. То есть она должна помнить первоначальную версию, она должна помнить версию, которую прислал на сервер Вася, она должна помнить следующую версию Пети и так далее. И все современные системы контроля версии, они делают так, чтобы когда некоторый пользователь пытался вернуть свои изменения на сервер, он должен был написать некоторый маленький комментарий. То есть что именно делают его изменения, какую задачу он решал. Как следствие, на сервере оказывается полная история, полный лог всего, что происходило с исходниками. Когда, кто и что сделал. Это может быть полезно, например, для того, чтобы какой-то независимый человек следил за тем, как идет разработка. Например, это может быть некоторые руководители проекта, которые просто смотрят за тем, как проект развивается. Кроме того, это может быть полезно Вася и Петя. Если, например, Вася обнаружил в коде некоторый странный кусочек кода и хочет понять, как он появился на свет, он может посмотреть историю изменений и найти тот момент, когда этот кусочек кода появился. Он может узнать, кто именно этот кусочек кода создал и отправил на сервер. И он может понять, когда это было и может прочитать комментарий, то есть понять, зачем это изменение появилось. Это само по себе очень полезно. Причем полезно даже если у вас вы разрабатываете проект в одиночку и нет второго Пети, но вы все еще хотите помнить, что и когда и зачем вы делали. В этом плане системами контроля версий имеет смысл пользоваться, даже если у вас нет напарника и вы работаете в одиночку. Вторая полезная особенность, которую дает система контроля версий, вы можете откатываться к любому состоянию из прошлого. Это может быть полезно, например, для такой ситуации. Если у вас есть проект, вы закончили некоторый этап этого проекта, у вас есть работающая версия, и после этого вы решаете немножко все переделать внутри. Ну, иногда возникает такое желание. И вы начинаете переделывать, и вот у вас нерабочий проект в самой середине процесса переделки, и тут к вам кто-то приходит и говорит, о, я слышал, ты делаешь отличный проект, покажи, как он работает. А у вас ничего не работает. И в этот момент вы можете использовать вот эти преимущества системы контроля версий, откатиться до рабочей версии, показать ее, после этого вернуться обратно и продолжить свою разработку. Итак, это вот некоторая общая концепция систем контроля версий. То есть все исходники хранятся на некотором сервере. Люди, разработчики берут последнюю версию с сервера и возвращают свои изменения обратно, и система контроля версий хранит всю историю. Это некоторая идея, а у этой идеи есть несколько конкретных реализаций. Их на самом деле точно больше десятка. Есть такие системы контроля версий, как CVS, Subversion, Mercurial. Но самая распространенная на сегодняшний момент система контроля версий называется Git. Вот по этой ссылке доступна большая книжка, большая подробная книжка про систему контроля версий Git. Она переведена на русский язык, поэтому должно быть довольно легко ее прочитать. По крайней мере, первая глава этой книги дает хорошее общее представление о том, как работать с этой системой контроля версий. Одна из причин, по которой Git стал самой популярной системой контроля версий, такая. Вот этот сайт github.com. В чем, что этот за сайт, какую проблему он решает? Есть некоторая сложность, некоторый барьер для начала использования Git. Да, нужно иметь сервер. То есть где-то нужно взять компьютер, который будет всегда включен, который будет всем доступен, нужно его настроить, что-то туда установить. Это некоторые сложности, с которыми не всегда хочется разбираться. Так вот, что делает GitHub? GitHub позволяет любому человеку прийти и создать там собственный репозиторий. При этом создание собственного репозитория совершенно бесплатно, если вы соглашаетесь с тем, чтобы ваши исходники, ваши исходные коды вашей программы были доступны всем-всем-всем. То есть каждый человек может прийти на GitHub и посмотреть на код вашей программы. Обычно, если вы пишете какой-то студенческий проект, школьный проект, или просто какое-то, если у вас есть какое-то хобби, то это вполне себе подходящий вариант, и так многие делают. Если же вы занимаетесь коммерческой разработкой, и вы не можете дарить всему миру ваши исходники, то вы можете за некоторую сумму купить закрытые репозитории вот на этом же сайте github.com. Сейчас я хочу немножко показать, как выглядит этот сайт, и немножко пройтись по его возможностям. Как только вы заходите первый раз по адресу github.com, вас просят зарегистрироваться, и если вы регистрируетесь, то вы попадаете... Интерфейс начинает выглядеть для вас примерно так. Вот здесь вот есть кнопочка «Создать новый репозиторий». Репозиторий — это вот, собственно, то хранилище, откуда можно брать последнюю версию, и куда можно отправлять свои изменения. Можно создать новый репозиторий, и созданный репозиторий выглядит примерно вот так. Значит, тут есть список файлов и папок, которые уже хранятся в репозитории, и вот здесь есть ссылочка на историю всех изменений. Вот та самая история, про которую я говорил, она выглядит так. Здесь каждая запись — это некоторый блок изменений, который один из программистов отправил на сервер. Вот эта иконочка — это юзерпик пользователя, который, собственно, отправил эти изменения. Это, собственно, текст, которым он сопроводил это изменение. Ну и если нажать вот на этот текст, то можно посмотреть, какие файлы, и что именно менялось в этих файлах. Ну вот здесь, например, изменился файл «sinset-controller.rb». Тут вот одна строчка заменилась на другую. И еще несколько строчек добавилось в файл «sinset.rb». Расширение «rb» означает, что это исходный код на языке Ruby. Вот такой вот есть язык программирования. Как же работать с этой системой контроля версий? Ну, с сервером мы разобрались. Его можно не настраивать. Можно взять готовый, создать репозиторию уже на готовом сервере GitHub.com. Для того, чтобы вам научиться работать с этим сервером со своего компьютера, вам нужно будет установить так называемое клиентское программное обеспечение. Есть стандартный клиент для ГИТа. И где его взять, как установить и как настроить написано? Вот где-то в первых главах этой книги. Но кроме того, у сервиса GitHub также есть собственный клиент. Для Windows он более удобный, более простой, и с ним гораздо проще разобраться. И он доступен вот по адресу windows.github.com. Мы подошли к концу первого блока моей лекции. Системы контроля версий. Вы должны понимать, зачем они нужны, какие проблемы решают, и как ими начать пользоваться. Все подробности, за всеми подробностями вы можете обратиться подробнее, прочитать в этой книге. Я рекомендую после этой лекции всем самостоятельно зайти на этот сайт и попробовать создать репозиторий, скачать и установить клиент и попробовать немножко поработать с этим репозиторием.